Всем привет, меня зовут Лера, и я записываю курс по студийной фотографии. Если вы впервые на моем канале, то рекомендую посмотреть введение в курс, тогда вы поймете, о чем я вообще здесь говорю. Также есть плейлист курса, где вы можете найти модуль первый технический, модуль второй, как найти клиента и кто твой вообще клиент, модуль третий, подготовка к фотосессии, модуль четвертый, фотостудии, и сейчас я записываю модуль пятый, постпродакшн, что делать с фотографиями, как их обрабатывать. В этом видео я хочу затронуть тему, как организовать свое пространство, в плане где хранить фотографии, как их передавать, и также я хочу обсудить вопрос, как редактировать фотографии, и как вообще ускорить этот процесс. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Sorry, я немножко изменила локацию. Это видео будет разделено на две таких больших части. Сначала поговорим про порядок, потом уже поговорим про обработку. Первая часть, немного порядка. Я хочу обсудить такие вопросы, как хранить фотографии, как передавать фотографии, и что делать с фотографиями после обработки. Почему я вообще хочу обсудить этот вопрос? Просто для того, чтобы ваше пространство было организовано, и вы смогли не тратить лишние силы на неорганизованное пространство. Когда все в порядке, вы быстро знаете, что делать. Вам это привычно, это как рутина. Допустим, вы приходите с фотосъемки, вы знаете, куда сохранить файлы оригиналы, отобранные, обработанные, вы понимаете, как это все архивировать, и вам не нужно об этом думать. Первый вопрос, как хранить фотографии? Я расскажу это на своем примере, как я строю свой процесс на компьютере. Я прихожу со съемки, и у меня есть папка фотосессии, в которой есть несколько подпапок. И главная папка это год, то есть, допустим, 2024. Когда вы нажимаете на эту папку, вам открываются месяца, то есть, там, апрель, май, июнь и так далее. Когда вы нажимаете месяц, там уже открываются папки с фотосессией. То есть, я их подписываю именем клиента и дата съемки. И далее, когда вы нажимаете на папку с именем, то вам открывается уже простор для фантазии, так как я снимаю на два фотоаппарата, плюс у меня еще детская камера, видеокамера и бывает что-то с телефона. Мне приходится это все разделить по папкам. Далее у меня есть папка отобранные. Там находятся фотографии, которые ждут своего часа обработки. И после этого есть папка финал. Звучит сложно, но на деле это проще простого. Также, что я еще видела у других фотографов, у которых огромный поток съемок фотографий, и они покупают отдельно SSD диски, либо жесткие диски, на полном SSD, и там хранят фотографии. Некоторые даже дублируют этот материал. Так что я рекомендую вам попробовать разные способы, определиться, насколько вам удобен, допустим, мой способ, или у вас есть уже какие-то варианты хранения фотографий, и вам очень нравится, и вам очень удобно. Было бы классно узнать. Но сейчас переходим к другому вопросу, как передавать фотографии. Недавно я открыла для себя способ передачи фото не через Google Диск, а с помощью такого сервиса, как V-Folio. Я об этом уже говорила в модуле первом, когда упоминала сервис. Вы можете позаботиться о передаче фотографий в красивом варианте. Есть такой сервис, как V-Folio, на котором я передаю фотографии. Он открывает сайт, там его встречает классная фотография, его красивое имя с красивым шрифтом. Дальше он листает, он может поставить лайк, типа ему это понравилось, вот это вред уж. И ему удобно. Он может скачать все, он может скачать один файл. И все это понятно, красиво. И в конце еще товары. Вот смотрите, подарочный сертификат, фотографии, еще что-то, еще что-то. Это все про сервис. За сервис люди готовы платить. Раньше я передавала съемки через Google Диск, а допустим, если обработанных фотографий немного, то через Telegram файлы. Сейчас мне очень нравится пользоваться сервисом V-Folio. Есть также аналог Vigbo. Есть даже сравнение этих сайтов. На самом деле, внешне это выглядит очень симпатично. Это приятно. И, например, если я ставлю себя на место клиента, мне было бы супер приятно получить фотографии именно таким образом. Если вы решили, что клиент отбирает фотографии на обработку, то там это очень легко сделать. Человек может добавить в избранное, так скажем, либо в отдельную папку фотографию, и вам сразу отображаются, какие снимки находятся в отборе. И там человек, когда уже закончил отбор, он может нажать на кнопку «Завершить отбор», и там вам это тоже все показывается. Также вы можете создавать несколько папок. Я создавала папки вот оригиналы и вот обработанные. Опять же, в этом вопросе, наверное, исходим из того, какой у вас объем фотосъемки, как вам удобно, с кем вы работаете, как человеку удобно. Ну и такой вопрос, что делать с фотографиями после обработки. Вот вы завершили обработку, и они, допустим, в папке «Финал», и вы отправили их клиенту, и что дальше? Вы можете сохранить эти кадры и просто убрать в архив. Вы можете понять, какой пост вы можете сделать с ними. В следующем разделе я как раз буду рассказывать о вариантах публикации фотографий, где это можно сделать, как это можно сделать, на какую аудиторию, какие фотографии могут работать. Можно подготовить фотографии на печать. Если вы занимаетесь отпечатками, то это тоже прикольная тема. Можно использовать свои фотографии в дизайнах, если вам это тоже подвластно. Многие варианты я, на самом деле, расскажу вот именно в следующем разделе. Но если вам эти снимки не нужны, и вы убедились в том, что клиент их получил, вы можете со спокойной совестью, наверное, удалить их. Но иногда это бывает страшно делать, потому что думаешь, блин, ну это же моя работа, может быть, мне нужны эти снимки. Но зачастую я даже ко многим и не возвращалась кадрам. Только выборочно какие-то вспоминала, что-то смотрела. Но на самом деле, если я даже удалю какие-то кадры, я о них, может быть, даже не вспомню. Следующая часть, которую я хочу обсудить в этом видео, это часть обработки. Это очень большая тема. За свое время я пробовала очень много разной обработки, разных стилей, подходов. Могу сказать на своем примере, что это очень классно, что у меня не было какого-то понятного пути, по которому я шла. Я за то, чтобы максимально экспериментировать фотографии. Почему? Потому что мы можем это делать. Почему бы этим не пользоваться? Да, можно, конечно, пройти курсы известных личностей, редактировать, как они. Отражает ли это ваше видение? Вы точно делаете то, что вы хотите делать, и то, что вы можете видеть. Например, если вы будете идти по той же дороге, понятно, что ваши фотографии могут немножко отличаться, потому что вы все-таки уникальный человек. Но, по сути, это одно и то же. То же самое, что делают другие люди. Нужно ли это вам? Может быть, в вас есть что-то, что вас будет отличать от другого, и вы станете новым фотографом, о котором все говорят, и которому хотят люди записаться, бренды хотят сотрудничать и так далее. Но я хочу просто вас призвать к тому, чтобы вы экспериментировали и не следовали слепо за другими. Опять же, повторять какую-то обработку в рамках обучения это неплохо, это хорошо. Здесь, наверное, ключевая тема, что вы должны анализировать то, что вы делаете. Есть разные курсы, где вам говорят, вот это уберите туда, это сюда подвиньте, это замажьте вот так вот, и все классно. Каждый курс, каждое видео, которое вы смотрите, анализируете, понимаете, что, как работает. То есть поймите физику самого процесса, так скажем. Потому что, если вы будете знать, что вообще вот так вот можно сделать, и вот так можно изменить фотографию, это вам расширит ваши возможности. Обработка это не самоцель, это инструмент. Есть такая фраза на площадке, вот вы фотографируете и думаете, я в фотошопе это уберу, забудь эту фразу. Если вы можете что-то подправить сейчас на площадке, а не редактировать потом, исправьте это на площадке. Вы потом замучаетесь это редактировать и будете думать, блин, ну почему я просто не подвинула вот это вот туда? И лучше уже сделать кадр таким изначально, что его не хотелось бы редактировать. Вот это, наверное, та мысль, которую я хочу донести. Давайте все-таки перейдем к вопросам этого блока. Где обрабатывать? Приложений куча. Самый кайф, когда у вас есть одно-два, и вам больше ничего не надо. Не будьте зависимы от обработки. Делайте уже на процессе съемки, так как вы хотели бы видеть в итоговом варианте эту фотографию. Обычно я пользуюсь в своих съемках вот этим приложением, Pixelmator Pro. Это приложение можно официально купить на MacBook. Там как бы есть все, что необходимо фотографу. Там у меня очень хорошие пресеты получились. Дальше приложение, которое все знают, Lightroom. Там хорошо загружать все фотосессии. Все фотографии можно сразу отсмотреть, отметить их, что вам нравится, что не нравится, сортировать. Также очень много полезных инструментов, которые нужны для работы со цветом, цветом. И самое мое любимое приложение, R&I Films. Там очень хорошие все вот эти пресеты на разный вкус. И я использую это приложение в основном для стрит-фотографии. Я прикреплю в описании все видео, которые у меня есть про обработку на этом канале. Так что, если вам интересно посмотреть, как я обрабатываю, то добро пожаловать. Также у меня есть видео по поводу ретуши. Там я обсуждала вот этот этический вопрос. Когда вы можете отретушировать, допустим, шрам человека, а это любимый шрам человека, он может себя почувствовать не очень комфортно, подумать, что о нет, это что, некрасиво что ли? Почему фотограф это убрала? Короче, может быть такой конфликт. Что вообще я думаю насчет ретуши? Там я рассказала подробнее. В общем, если суммировать вот эту мысль, как обрабатывать, следуйте за собой, пробуйте разную обработку, не стопоритесь на одной. Вот вы выбрали и думаете, все, я только так буду ретушировать и обрабатывать. Это хорошо в рамках контента, ленты для своей соцсети. И вопрос, где учиться обрабатывать, я прикреплю видео, где мне кажется есть полезная информация. И самый, наверное, такой очевидный совет, просто экспериментируйте и смотрите сами, какие ползунки на что влияют. И вот эти эксперименты, они хороши чем? Когда вы, например, находите фотографию, которая вам нравится по обработке, и вы ее сохраняете себе, и потом вы сами пытаетесь повторить тот или иной цвет, свет. Хорошо, когда вы приходите к этому сами, потому что в любой ситуации теперь, когда недоступен компьютер, а вам нужно обработать эту фотографию, вы можете сами достичь того результата, который вы хотите. Когда вы поймете от экспериментов, что на что влияет, вы сможете собрать свои пресеты, и вы можете обработать фотографию с нуля, даже не на своем компьютере, без всяких пресетов. Потому что вы знаете, что вам нужно подвинуть, чтобы получить тот результат, который вы себе придумали. Поэтому это очень хорошая практика. Итак, давайте сделаем вывод по видео, чтобы вам было все понятно. Как хранить фотографии? Так как вам удобно, разделяю на разные папки, называю так, как вам удобно, и можете также воспользоваться вот этой вот дополнительной темой, как архивирование фотографий, сбрасывать их на отдельный диск. Как передавать фотографии? Есть вариант передачи фотографий через сайты, как в E-Folio Vigbo, есть возможность передать через Google Диск, и третий вариант это через Telegram файлы. Что делать с фотографиями после обработки? Здесь все остается за вами. Архивировать кадры, переработать их, может быть, дать им какое-то время подышать, и потом вернуться к ним, и может, что-то сделать крутое, и удалить. Выбор за вами. Обработка. Где обрабатывать? Выберите себе приложение, которое вам отвечает на все запросы ваши. Редактируйте в нем. Сделайте так, чтобы вам было в нем удобно. Вы можете также найти сервисы и другие обработки фотографий, какие-то другие приложения, экспериментировать в них. В принципе, вас никто не ограничивает. Как обрабатывать? Следуйте за своим сердцем. Смотрите, что вам нравится. Вот, вы насохраняли фотографии в Пинтересте, что объединяет эти фотографии, какие цвета, какие приемы обработки. Пытайтесь их сами повторить. Если не получается, обращайтесь уже к Ютубу или к другим фотографам, но никогда слепо не повторяйте с другими. Если вы повторяете, вы делаете это в рамках обучения, либо вы это делаете в рамках того, что вам просто нравится этот стиль, и вы за ним следуете и привносите что-то свое. Где учиться обрабатывать? Учиться обрабатывать можно на Ютубе, у других фотографов, самостоятельно. Такие, наверное, основные варианты. И такой вопрос, как сэкономить вообще время на обработке фотографий. Как я уже говорила, это удобное хранение, когда вы можете в любой момент достичь этой фотографии, которая вам нужна. Это приложение, которое вам удобно. И здесь я сейчас добавлю вот эту часть, которая записывалась в модуле 4.2, но не вошла туда, но она войдет сюда. Там я рассуждала на тему, сколько обработанных фотографий нужно отдавать клиенту. Оригиналы и обработанные фотографии. Это больная тема очень многих людей. Моя тоже тема такая была непонятная долгое время. И только, наверное, вот, может, месяца два назад я поняла, почему люди иногда отдают только обработанные фотографии и не отдают оригиналы. Итак, давайте разбираться. Есть какие варианты? Вы отдаёте все оригиналы и обработанные кадры. Вы не отдаёте оригиналы, отдаёте какое-то определённое количество обработанных кадров. Вы отдаёте оригиналы по запросу, и вы тоже определяете какое-то количество обработанных кадров. Как работать? Как делать новичку? Есть люди, да, которые там, не знаю, съёмка 15 тысяч рублей, и они отдают 5-7 только отредактированных фотографий и всё. Мне кажется, вот я так начала в этом разбираться, что люди, которые приходят к фотографу за условно 3 тысячи рублей и за 15 тысяч рублей, абсолютно разные люди. Эта мысль меня привела к тому, что люди, которые приходят к фотографу такому и получают только 5-7 фотографий, они очень ценят своё время. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Ведь когда ты получаешь только 5-7 фотографий, ты получаешь уникальные фотографии. И ты пришёл к этому фотографу, потому что ты не просто захотел попоткаться, ты захотел пофотографироваться, и ты захотел быть частью жизни этого фотографа. Ты захотел увидеть реально себя его глазами, тебе очень нравится его видение, и тебе не нужно от него 500 биллиардов фотографий. Тебе нужно именно несколько фотографий в его обработке, в его стиле, и всё. Эта мысль меня ещё привела к той мысли, что оригиналы нужно отдавать по запросу. Сейчас попозже расскажу как. Почему по запросу? Вот смотрите, у меня есть жёсткий диск, там уже более 50 тысяч фотографий. У меня есть телефон, на котором 7 тысяч файлов, там фото и видео. Охота ли мне в них разбираться? Ну не особо. И какова вероятность, что я получу 200 тысяч фотографий со съёмки, сохраню все на свой жёсткий диск, и потом когда-нибудь в них разберусь? Не знаю, вот здесь спорный вопрос, потому что на этих фотографиях изображены вы, то есть вам классно рассматривать эти фотки. Но с другой стороны, 200 фотографий, каждый отсмотреть, что-то удалить, сколько времени надо тратить. А тут за тебя фотограф уже всё сделал и прислал только самые сочные кадры. Тебе не нужно заморачиваться по какой-то ретуши, по обработке, всё готово. Но в чём фишка? Почему люди хотят оригиналы? Во-первых, хорошо, вы заплатили деньги, и вы получаете дофигища фоток. Может, реально кому-то они нужны. Во-вторых, есть люди, у которых цель фотосессии понять, как они смотрятся в жизни. Вот это вот самоощущение перевести вовне. То есть, они хотят увидеть, как другие люди их видят. И может быть, много-много кадров помогает им сложить вот эту 3D-картину, понимание, как они выглядят. Следующий пункт связан с обработкой кадров. Например, вы присылаете человеку оригиналы, и вот как я последнее время пыталась сделать, я предлагала человеку выбрать кадры, которые он хотел бы видеть отредактированными. И тогда, да, конечно, оригиналы очень сильно нужны, потому что человек сам листает, сам смотрит, сам отбирает. В чём плюс этого? Вы экономите своё время, вам не нужно смотреть, что-то там отбирать. Но минус-то в том, что здесь ваше видение, в принципе, заканчивается. Да, оно продолжается на ретуши обработки, но на самом важном, наверное, этапе отбора кадров у вас нет этой возможности, потому что вы предложили клиенту, допустим, это сделать, и чтобы он выбрал там кадров 15. Вот здесь я сейчас окончательно запуталась, и, может быть, вас запутала. Короче, я сейчас рассказала хронологию своих мыслей, как вот у меня это всё в голове образовалось. Если кто-то понял, лайк. Я предложила бы вам такую тему. Вы можете сказать, а вам нужны оригиналы? То есть вы даёте возможность человеку выбрать. Может быть, человек скажет, мне вообще нафиг они не нужны, просто пришли мне классные фоточки, и всё. И я здесь скажу, что оригиналы это не все чистые фотки с карты памяти, просто сразу человеку там 500 фоток. Нет, вы сидите, оригиналы эти все удачные выбираете, неудачные, там, где человек закрыл глаза или что-то смазалось, или вы там технический момент профокапили. Нет, это отобранные именно оригиналы, которые вы уже просмотрели, вот эти кадры. Кто-то вообще оригиналы предоставляет только по дополнительной платье. Но, как по мне, можно вот вежливо спросить у человека, нужны ли вам оригиналы, ну, тебе оригиналы, ну, уже там, на ты должен. Здесь, короче, выбор человека. Если человек говорит, да, мне нужны оригиналы, вы вправе сказать, хорошо, я тебе их скину, но я выберу сама картинки, которые я буду ретушировать. Если тебе какая-то понравится, там, одна-две, я могу их доретушировать тоже. Или вы это платно вообще делаете, там, дополнительно, я не знаю. Еще вы должны сказать, если вам это действительно важно, не выкладывай вот эти кадры оригинальные, потому что мне важно, чтобы они были, там, под моим видением, под моим соусом, ретушью и так далее. Это тоже бывает для кого-то важно, для кого-то не важно. Есть мнение, что любой человек заплатил за фотосъемку и все кадры, которые я делаю, его. Пусть он дальше снимет, что хочет, то и делает. То есть, я отретуширую, хорошо, но вы также можете хоть не ретушированные выкладывать, мне типа, окей, вы заплатили за это. Опять же, мнения разные. Если мы касаемся ретуши, то есть, с оригиналами понятно, можно спросить, нужны тебе или нет. Если нет, отлично, если нужны, то скидываем или не скидываем, как хотите, либо за дополнительную плату. У меня были разные подходы, как я ретушировала. Раньше я сама выбирала кадры, которые я буду ретушировать, их редактировала, и там даже, по-моему, не было установлено какого-то количества. То есть, сколько получалось, столько получалось. Ну, штук 30, максимум, наверное. А сейчас я практиковала такой подход, что я отдаю все оригиналы, и человек сам выбирает из них, какие отретушировать. И я только говорила, что 15-20 штук, не больше. Что я поняла? Момент отбора фотографий, это очень важный момент. Его нужно все-таки оставить себе. И мне опять сейчас хочется изменить подход, где я буду сама выбирать кадры, которые я хочу обработать в своем стиле, и тем самым ограничить клиента в силу, опять же, своего видения. Если ко мне пришел человек, значит, он мне доверяет, и он хочет получить кадры, которые будут в моем стиле. Например, он увидел в ленте, «Вау, вот этот красивый, я хочу так же». Но может быть, он на этапе отбора фотографий не заметил красоты вот этих снимков. А я бы со своим взглядом, я поняла бы, вот, я выбираю этот кадр, который не выбрал человек. Я его отредактирую, и тогда он будет просто perfect. А человек не разглядел ценности, потому что у него, в принципе, другой глаз и насмотренность, и он не работает фотографом. Итак, вот такое видео получилось. Я надеюсь, что вам понравилось, и оно получилось весьма объемным. Следующее видео будет заключительным разделом в модуле 5. Там мы будем уже обсуждать публикацию, в каких соцсетях что делать. Также мы обсудим другие альтернативные варианты подачи своих фотографий. Также не забывайте, что есть чат курса в Телеграме, каждый может присоединиться туда. напишите мне в Телеграм. Я вас жду в следующем ролике. Не теряйте себя. Пока!